Январские события, отказ от суперпрезидентской республики, упрощение процесса регистрации партий. Глава государства Касым Жумар-Токаев выступил с очередным посланием народу Казахстана. В нем он указал основные аспекты модернизации страны и укрепления доверия населения властям. Тему продолжит моя коллега. Январские события стали отчасти следствием застоя развития страны, отметил Касым Жумар-Токаев в своем послании народу Казахстана. Чтобы в дальнейшем избежать подобных происшествий, необходим новый мощный толчок и реформирование. Нужно перейти от суперпрезидентской формы правления, которая долгие годы была в государстве, к президентской республике с сильным парламентом. Мы прекрасно понимаем о том, что политическая либерализация и социальная ответственность – это запросы граждан нашего населения. Поэтому мы четко и ясно должны понять о том, что происходящая и международная ситуация, она повлияла на наше развитие. Но президент четко и ясно сказал о том, что мы не сворачиваем с пути нашего развития, мы выстраиваем четкую модель и вектор развития нашего государства. Сильный парламент с разными взглядами, но одной идеей – залог успешного процветания страны. В своем обращении глава государства отказался от должности председателя правящей партии Аманат. Он считает, что такое решение сподвигнет депутатов к большей открытости и конкурентоспособности. Теперь же для создания новой партии требуется гораздо меньше участников инициативной группы. Такое решение, оно только повысит конкурентоспособность партии. Здесь партийцы более будут активные, аппараты партии будут более четче работать. И поэтому я думаю, что здесь такого, чтобы кто-то перестанет работать от ухода какого-то председателя, я думаю, что этого не будет. Для осуществления работы у нас есть вся необходимая инфраструктура, у нас есть необходимые силы, есть сторонников, и в дальнейшем мы еще будем усиляться. Я думаю, что эта работа будет на должном уровне. Кроме этого, КСМЖ Мартукаев также отметил, что количество депутатских мест в Можилиси значительно уменьшится. Также принято решение перейти в смешанную избирательную систему. Илья Кудряков, Орал Амренов, Служба новостей.